Это совсем молодая улица, ей нет еще года. Названа она осенью 2017 года в честь архитектора Якова Велопольского. А до этого это был просто бельмянный проезд, который проходил. Машины по нему ездили, они не ходили, но просто он не картину жилого. Находится он в районе Каньково и проходит по жилым кварталам, по жилой зоне Беляевого дороги. Просто когда-то были села Беляева и Богородская в Подмосковье. В 1936 году этот территория вышла в Подмосковье. Этот проезд, как и многие другие проезда, проектированные, безымянные, проходил здесь и не имел никакого названия. Ну, потихоньку проезды получаются. И вот этот проезд у нас здесь Якова-Белару. Почему? Потому что, собственно, этот архитектор, он участвовал в проектировании многих объектов на юго-западе нашего города. А и, собственно, этот район, он как раз находится на юго-западе. И, собственно, составление плана застройки вообще всего юго-запада в целом, да, район юго-запада. Ну, и, в частности, он проектировал, ну, правда, в концаторстве, не самостоятельно, а в многом архитете. Ну, потому что, как правило, в разработке концепций каких-то районов участвует не один человек, а все-таки группа. Центров, какая-то мастерская, там, и творческое объединение, какой-то институт научный, да, вот, и в котором местных объектов высказывают какие-то свои идеи, потом согласовывают так-то, да. И, в результате, получается, что совместный проект застройки какого-то района, какого-то дома. И каждый что-то вносит в какую-то свою лекцию, ну, и, в результате, получается, какой-то... Отначательно принято решение, отначательно принято проект. Ну, в частности, Яков, Белокольск, в основном, с другими составами часто и разработки концепции кумировки, вот, вот, Киевы, Базахстан, Трунзенский набережный, и, не может, там лежит четыре здания на Львенском проспекте, цирк на проспекте Дернацкого, а не в том... научного общения, там, вообще, научная информация, институт научной информации по общественным связям, Матильской Академии Новый, и, соответственно, памятник Юрию Гагарину, на Львенском проспекте, на площади Гагарина, на метро Львенском проспекте. И Российских Других Народов, непотряслым умом. Ну, вот, такие, наверное, основные его работы. Ну, не только в Москве работал, но, конечно, в Волгограде, в других городах. Вотов, по-моему, это не только в Москве, но, собственно, песня, на его, будет названа именно так, потому, что он, все-таки, многое сделал для работы поэтов. Появилось, наиво западемо. Чистится лучше. Давно объясним от почистительства, в том численности, но более совсем молодая. Дома, школы, детства, по этой улице все чувствуются по улице Миклухомаркла, Буткерова и профсоюзной улицы. Вообще, это улица Миклухомаркла или наоборот, это неважно, в плане номерации не такой, можно и оттуда и оттуда. Ну и, соответственно, какие-то дома, которые неподалеку не проходят. Ульца большая и она такая глубокая, по ней немного заняты, в глубине кварталов, именно по профсоюзу. Ну, в общем, и даже доходы дома или друг. Ну, вполне возможно, что в дальнейшем эти дома не проходят. Ну, что ж, пока это только новые улица, чуть посмотреть на них нечего. В дальнейшем будем смотреть на развитие этой улицы, на ее преображение. Может быть, что-то интересное на ней подъявится для нас. Приятных прогулок и до новых встреч! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok